Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 55. Наши записи лекции вы сможете найти на портале экзегет.ру. Лекции проходят в Сретенской духовной семинарии. Псалом 55 является молитвой. Молитвой преследуемого человека, который обращается к Богу за защитой. В тексте нет ничего, на самом деле, что могло бы с уверенностью идентифицировать автора или обстоятельства его жизни. Некоторые следователи считают, что надписание, писание Давида, когда филистимляне захватили его в Геффе, не отражает фактическую историческую обстановку, в которой был написан Псалом. Фраза о голубице, безмолвствующей в удалении, как считают некоторые следователи, указывает на мелодию Псалма. В то же время греческий перевод библейского текста, септуагинта, дает более приземленный эквивалент этого надписания. Вместо голубицы мы встречаем здесь указание на народ, удаленный от святынь. Если принять во внимание греческий перевод, в таком случае речь идет о группе людей, которые вынуждены были жить вдали от святилища Божия, то есть вдали от храма. Гефф был одним из пяти главных филистимских городов. Давид дважды убегал туда от царя Саула. Поскольку Давида всегда сопровождали верные воины, и мы в некоторых местах книги царств найдем даже число 400, поэтому можно согласиться с блаженным Феодоритом, что в данном Псалме речь идет о первом бегстве Давида в Геф, когда он там был принят как враг. Текст Псалма имеет такую последовательность. Вначале звучат, похоже на другие Псалмы Давида, воззвания о помощи, выражения уверенности в Божьей силе спасения, описание коварства врагов, перекручивающих слова наизнанку, просьба к Богу их наказать. Затем Псалмопевец повторно описывает свою ситуацию и выражает доверие Богу. Текст завершается обещанием Богу принести жертву по обету за избавление от смерти. Псалом условно можно разделить на два раздела более-менее равных по длине. Это стихи 2-8 и стихи 9-14. Центральное место в обоих Псалмах занимает рефрен, который с небольшими изменениями в языке встречается в стихах 5 и 11-12. «В Боге восхвалю я Слово Господне, на Бога уповаю, не убоюсь, что сделает мне плоть?» Этот поразительный стих цитируется в Псалме 117, а также в послании к евреям. Аналогичная идея присуща и 33-му Псалму, который, согласно надписанию, также связан с Давидом и Гевским царем. В первых строках Псалма дважды повторяется жалоба, что некий человек или враги хотят проглотить, буквально горячо преследовать, растоптать автора Псалма. Многозначное слово «шааф», переведенное на русский язык как «проглотить», буквально означает «задыхаться», «запыхаться», жадно глотать воздух, как собака его жадно глотает в погоне за добычей. Главный преследователь – это человек. Это слово в единственном числе может означать как лидера врагов, так и все человечество, все множество врагов. Очевидно, что их стремление состоит в том, чтобы подчинить Давида своей власти. Ради этого они предпринимают ежедневные атаки. «Многие нападают на меня с высоты», – пишет псалмопевец. В зависимости от того, как и к чему относить слово «высота», стих 3 приобретает разное значение. В синодальном переводе слово «высота» относится к Богу, как к Всевышнему, живущему на небесных высотах. Таким образом, подчеркивается идея «О Всевышний!» «Когда я боюсь, я буду тебе доверять». Ответом на страх становится не отчаяние, а доверие Богу и Его Слову. Таким образом, когда страх рассеивается, псалмопевец может спросить, «Что же сделает мне смертный человек, если со мною Бог?» Мысль словно развивается по такой траектории. «Бояться, доверять Богу, больше не бояться». Эта простая и в то же время глубокая формула повторяется в стихах 11 и 12. «Если же слово «высота» относить к нападающим, восстающим на меня врагам, как это сделано в греческом и славянских переводах, «мнози, борющие мя с высоты», сказано в славянском тексте, «в таком случае подчеркивается их горделивость, превозношение над другими людьми в силу своего высокого социального положения или, может быть, в силу того, что они сами о себе высоко мнят». Как считает блаженный Феодорит Кирский, по словам «высота» можно понимать благоуспешность настоящей жизни, временную, однодневную, непрочную и недалеко простирающуюся. Стихи 6-8. «Враги ежедневно извращают слова мои». Если бы мы пересонифицировали данную фразу, то получился бы примерно такой перевод. «Они заставляют мои слова корчиться от боли», то есть они беспощадно искажают мои слова. «Враги сговариваются, прячутся, следят за мной, ища возможности лишить меня жизни». Седьмой стих. При переводе следующего стиха возникает некоторая сложность, поскольку врагами псалмопевцев в восьмом стихе названы народы. Одни исследователи считают, что упоминание народов связано с последующей адаптацией псалма как национальной молитвы против иностранных поработителей Израиля. Греческое надписание псалма о народе, удаленного от святынь, может как раз указывать на еврейских изгнанников в других странах. Другие исследователи полагают же, что псалм, как личный плач перед лицом народов, может содержать несколько иную идею. «Избавь их, то есть моих врагов, Боже, от неприятностей. С помощью гнева народов сверни их, о Боже». В святодической экзегезе не столько делается акцент на том, кто подвергается наказанию за превозношение – один человек, множество людей или народы, сколько на том, что только Господь имеет власть наказание осуществить. По словам Ефимия Зигабена, «тебе только стоит захотеть, чтобы тотчас низвести и всецело разрушить множество народов». Итак, акцент на слове «тебе». Тебе стоит только захотеть. Таким образом, псалмопевец предоставляет суд над врагами в руки Господа. Итак, «Неужели они избегнут воздаяние за неправду свою? Во гневе низложи, Боже, народы». Я сделал акцент в комментарии на этот стих на слово «народы», потому что действительно до этого речь шла о каких-то врагах, а здесь уже целые народы. Но, возможно, вы имеете в виду, как же понимать слова «во гневе низложи». Неужели Бог подвержен некой ситуативности? Если мы говорим, что Бог есть любовь, или когда мы говорим, что Бог есть любовь, то мы при этом не говорим о том, что Бог есть равнодушие. Равнодушный человек – это эмоциональный человек. Неравнодушный человек – это эмоциональный человек. Неравнодушный Бог – это эмоциональный Бог. Любовь, гнев, раздражение и другие качества, антропоморфизмы, которые мы встречаем в Библии в описании свойств или проявлений божественного характера, говорят о том, что его слово, его действия наполнены энергией. Когда исполняется чаша гнева, или то, что я хотел вам подчеркнуть здесь, в этом псалме, когда исполняется чаша страданий того или иного несчастного человека, и он просит уже «Боже, подсчитай мои слезы, а не наполнился ли твой сосуд до краев?» Вот когда уже переполнится сосуд до краев моими слезами, тогда уж предприми какие-то действия, вмешайся в те человеческие законы, по которым мы живем. Потому что они несправедливы суть. Итак, гнев предполагает некое действие, ощутимый результат. И нередко мы действительно замечаем то, что Бог долго терпит, но когда он поднимается, тогда он дает о себе знать. Это не означает, что он гневлив. Это означает то, что его проявление мы бы охарактеризовали бы как гневом, неудовлетворением, недовольством. Но представим себе реальную бытовую ситуацию. Скажем, у вас на предприятии работает пьяный сантехник. Все знают, что он пьет, опаздывает, дебоширит, работает плохо и ругается матом. И вот коллеги, смиренные верующие люди, терпят, терпят, молятся Богу, ну, Господи, ну, когда же это кончится? Потому что за ним надо все переделывать. Трубы рвут, люди жалуются, пишут какие-то заявления начальника и так далее. А у начальника много участков. Как-то вот то ли руки не доходят, то ли жалко этого человека. Ну, у него же семья, надо детей кормить. Ну, просто жалко. Ну, сотрудники, коллеги пишут начальнику докладные. Пишут и пишут, и пишут, и пишут. И в какой-то момент начальник говорит, вот стоп, я возьму сейчас специальную подставку для бумаг. И туда может поместиться 200 листов. Вот когда эта подставка заполнится, ну, тогда все, увольняю. И вот этих докладных уже насобиралось 200 штук. Переходит он к этому сантехнику и говорит, все, гуляй, Вася. Вот туда, на выход с вещами. Конечно, в какой-то мере это проявление гнева начальника. И кто-то из подчиненных могут даже заробтать. Вот он выгнал несчастного человека, у которого там жена и трое детей, нет средств к существованию. Ну, а кто-то скажет, ну, наконец-то восторжествовала справедливость. То есть реакция начальника может нами быть описана как гнев. Но мы понимаем, что уже просто все, дальше быть не может. Это не означает, что начальник должен приближать в офис, ворваться и, махая стопкой в 200 бумаг, орать на этого сантехника, как ты мог допустить вот такой халтуры. Начальник может прийти, ему шепнуть на ушко, друг, ты знаешь, вот столько на тебе жалоб поступает, что я уже просто не в состоянии закрывать на это глаза. Поэтому тебе две недели по закону положены, вот, соответствующее пособие, там, сколько по трудовому кодексе, за два месяца зарплату получишь, и все. Вот, к сожалению, вынужден с тобой расстаться, пиши заявление, отказываешься, увольняем, в силу того, что есть соответствующие предпосылки, заднее соответствие должностной инструкции, там, правил внутреннего трудового распорядка и так далее. Соответственно, сейчас я оформляюсь. Приказ в отделе кадров, но это вы лучше меня знаете. Так вот, проявление самой силы и власти начальника в подобной простой ситуации может быть актеризовано на библейском языке, как гнев. Но с точки зрения того, как общается начальник с подчиненными, это может быть сама кротость. Итак, начальник может оставаться любвеобильным, но в какой-то он момент понимает, что любовь и терпимость зла – это не одно и то же. Любовь не может быть попустительством злу. Злу когда-то должен быть положен предел. 9-12 стихи. Автор псалма уверен, что Бог знает о его бестном положении. Все его скитания и слезы записаны у Бога в книге. Образный язык, подсчитай мои скитания, сложи слезы мои в сосуды, или точнее в мехи для воды, в кожаные меха, в которых обычно хранили и транспортировали жидкость. Придает желание, чтобы Бог не забыл про все горькие дни страдальца. Когда чаша страданий наполнится до краев, Бог должен прийти на защиту. Вот тогда враги повернут назад, и бывший изгнанник снова запоет «На Бога уповая, не убоюсь, что сделает мне человек». 13-14 стихи. Уверенность в Божьем избавлении побуждает дать обещание, радостное заявление, что он принесет благодарственное приношение и похвалу Господу. Упоминание о клятвах и благодарениях – это признание того факта, что когда-то автор псалма пообещал Богу особое приношение – жертвы. После того, как все недоброе прошло, он готов с радостью выполнить обещание, не только из-за обета, но и потому, что у него есть искреннее желание как-то выразить свою благодарность. Он понимает, что он обязан своей жизнью Богу, потому что тот избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения. Но Бог избавил не просто так. Бог избавил совершенно конкретной целью. «Дабы ходил я пред Богом во свете жизни». Выводы. Слова 55-го псалма «Когда я взываю к тебе, из этого я узнаю, что Бог за меня» находят свое продолжение у апостола Павла. Если Бог за нас, то кто против нас? Это гимн победы. Победы мирной веры, а не кровополитного оружия. Псалмопевец написал свой поэтический гимн не для себя, а для богомудрых слушателей и читателей. Эпилог псалма говорит о цели всего текста. Внемлющий ему призывается ходить пред Богом во свете жизни. Такая же цель обращения к народу была и у Иисуса Христа. Разница в том, что псалмопевец только намечает дорогу к свету, а Христос являет собой этот свет жизни. Цитирую Евангелие от Иоанна. «Я свет жизни, кто последует за мной, говорит Христос, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тот, кто ходит во свете Божьем, он не только не умрет, но и его ноги не поколеблются. Это тоже очень устойчивый библейский образ. Он перетек и в русские поговорки. «Прочно стоять на ногах – это не обязательно иметь капитал в ВТБ банке. Прочно стоять на ногах – это быть непоколебимым в уверенности, что Господь со мною, что Господь со мной, и я с Ним». И вот этот образ непоколебимости, то есть когда меня никакое землетрясение, ни шторм не сносит, он характерен и для псалмов. Рефрен – это повтор, он как припев. Итак, псалом этот очень-очень выстроен с точки зрения того, какова его композиция. Очень выстроен. И там, обращаю ваше внимание, на 5 и 11-12 стихи, где этот рефрен повторяется. Только в первом случае, что сотворит мне плоть, а во втором случае, что сотворит мне человек. То есть если я на Господа уповаю, тогда мне человек другой ничего не сделает. Я его не боюсь. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...